В эфире Интеркор. Самые интересные и обсуждаемые новости Магадана из социальных сетей за неделю. Здравствуйте! На этой неделе нашему городу было оказано повышенное внимание. Магадан часто становится финальной точкой многих путешественников. Для некоторых же наоборот, он является отправной. Так испанец Хосе Андрес Абьян-Пахарас прилетел к нам на самолете. Он планировал доехать от Магадана до Байкала на велосипеде, но о наших морозах знал, видимо, только понаслышке. Добравшись до Бурхалинского перевала, сразу же его встретили морозы в минус 50, из-за чего путешественник получил обморожение руки. Нашли его несколько жителей области ночью в палатке, которую Андрес разложил на замерзшей земле. Экстремала спасли. Отвезли в Сусуман, где оказали медицинскую помощь, и приютили дома, а после помогли добраться до областного центра, где тот уже поселился в гостинице. Как ни странно, в своей отправной точке путешественник провел больше времени, чем в пути. Сейчас он благополучно отправился домой. Обещал повторить попытку зимой 2020 года, с лучшей экипировкой и новыми силами. Остается только пожелать ему удачи. Есть поговорка, что русскому хорошо, немцу смерть. Но отчасти она подходит к следующей ситуации. Взять, например, того же путешественника Андреса. Подготовился. Взял палатку, несколько комплектов теплой одежды, еду в дорогу. И все равно что-то, но пошло не так. А вот наши ребята, не думаю, что они так же комплексно подходили к решению своей задачи, как Андрес. Женька парится. Женя, ты паришься? Ой, в боке хорошо. Самое эпичное, это где он парится. Как-то так. Развернули пункт обогрева на дворовой территории. Из экипировки только палатка. Даже не понадобилась теплая одежда. Действительно, зачем? Ведь есть печка. Вообще, эта неделя выдалась довольно теплой. Погода редко переходила двузначную отметку. Но запомнится она, как ни странно, недостатком тепла. Грелись все. В палатках, а в некоторой даже в подвальных помещениях. Собаки ждут своей очереди. Замерзли? Вот греются в подвале. Кроме того, собаки демонстрируют интересное поведение. Своего рода коллективизм. Можно подумать, что двое хвостатых вначале зовут остальных по своим делам, и те по одному выходят вслед за ними. Пока одним собакам удается найти тепло, ухищряясь греться в подвалах, другие, к сожалению, этого тепла не получают. Стая прибилась к дверям магазина, в надежде хоть как-нибудь согреться. Владельцев тоже можно понять. Мало ли, что может натворить стая бездомных собак. Но и оставлять животных на морозе тоже как-то не очень гуманно. Скорее, нужно просто плотнее заняться проблемой бездомных животных. Какая бы ни была теплая погода зимой, у нас все равно всегда достаточно холодно. Поэтому половина магаданцев предпочитает добираться везде на машине. Но только не жители Сусумана. Для них, видимо, зима – самое подходящее время года для того, чтобы обкатать квадроцикл или мотоцикл на заснеженных дорогах. Хорошо хоть по трассе не придумали на велосипеде ездить. А то пришлось бы баню делать из палатки и печки посреди дворовой территории. В среду 19 декабря произошел пожар в доме по улице Новоногаевской. Уже установлено, что утром 28-летняя женщина находилась в доме со своими маленькими детьми – двухлетней девочкой и шестилетним мальчиком и 11-месячным племянником. В то время, когда дети играли, женщина уснула. Проснувшись через некоторое время от запаха дыма, она увидела, что детская комната объята огнем. Взяв на руки находившегося рядом племянника, женщина вынесла его на улицу, а затем попыталась вернуться в дом за остальными детьми, но не смогла пройти в комнату из-за сильного задымления и высокой температуры. Оба ее ребенка, двух и шести лет, погибли. Младенец доставлен в больницу. В настоящее время по уголовному делу с участием сотрудников отдела криминалистики проведен осмотр места происшествия. Для установления причин смерти малолетних назначены судебные медицинские экспертизы. Мы принимаем любые сюжеты о жизни нашего города, будь то положительные стороны или негативные. Участниками сюжета можете быть вы или ваши питомцы, что угодно, о ком угодно. В пределах разумного, конечно же. Мы расскажем о самом интересном. Все, что нужно, прислать свое видео в WhatsApp или Telegram на номер 8994-250-5773. На этом все. С вами был Алексей Кузнецов. В следующую пятницу мы поговорим о том, что больше всего интересовало магаданцев на просторах интернета. До встречи в сети и с наступающим! Субтитры подогнал «Симон»!